9 сентября талантливому коми-прозаику, журналисту, члену Союза писателей Александру Ульянову исполнилось бы 70 лет. Автору удалось издать семь книг, множество рассказов, повестей и очерков. В последние годы своей жизни он активно занимался переводами рассказов венгерских, марийских и русских авторов на коми-язык. Сегодня его уже нет с нами, но память о нем жива. О жизни Александра Ульянова и о его наследии расскажет Юлия Момотова. Александр Васильевич, известный многим как Паш Ващ Олександр, родился в селе Усть-Кулом в 1953 году. Чуть позже родители маленького Саши и его сестры решили переехать в село Деревянск, где и начала формироваться личность писателя. В родительский дом я приезжаю каждый год летом с детьми, родственниками. Четыре года назад подватали крышу, окна заменили, а в этом году печку одну убрали. Ремонт, конечно, нужно делать. Дом уже старый, около ста лет. Еще наш дедушка его строил. 1975 год. После окончания коми-отделения филологического факультета коми-пединститута Александр Ульянов поступает на работу корреспондентом в редакцию газеты «Красное знамя». В 1987-м он оканчивает отделение журналистики Ленинградской высшей партийной школы. Долгое время Александр Васильевич работал в газетах «Красное знамя», «Югутуй», в журналах «Воевых коджев» и «Бикинь». Был директором коми-книжного издательства. В 8 лет возглавляв редакцию газеты «Коми-му». Его завлекло не только писать статьи. Он ездил по всей республике и в загранку, и в Финляндии, и везде. И у него проснулось что-то, что он начал писать. Сначала про родителей, как маму, с папой. Свою семью описывал. Первые стихи опубликовал Усть-Куломская районная газета. В зрелом возрасте перешел на прозу. Отмечен второй премией за лучший очерк в газете «Сельская жизнь». В 92-м году в его переводе на коми-язык в газете «Коми-му» была опубликована «Библия для детей». В 94-м Александр Ульянов был принят в Союз писателей России. «Иногда ведь не можешь писать. Это правда. Помню, кто-то из наших известных коми-писателей сказал, если не можешь писать, напиши на листке хотя бы точку или запятую. И тогда сердце успокоится. Человека что-то толкает на писательство. Когда у меня умерла мама, я сам привез на лодке по реке до Деревянска. После этого и написал ряд рассказов». «Счёт арх», «Хмура осень», «Изьячой», «Каменная гора», «Вулькерка», «Новый дом», «Деревенька моя», «Глубинка». Все эти произведения автор напитал искреннюю любовью к родному краю. В 2013 году Александр Ульянов представил читателям книгу «Оламыдванпыдацис остыдов» «У жизни дна не видно», которая была признана лучшей книгой года. «Этот угол музея целиком посвящен Александру Васильевичу. Здесь вся его жизнь. Вот он первую книгу презентует. Повыше его дом, семья. Посмотрите сюда. Он был таким активным в школе. Даже на фотографии с барабанами. Весёлый. Всегда улыбка на лице была». «Он был всегда рядом со мной до последнего дня. Мы даже в больнице лежали, когда был ковид. Мы на одном этаже не разрешили ходить к нему. Обычно там не разрешали из-за ковида. Но самое интересное то, что он как бы пал в кому. Сначала он молчал просто. А потом, когда уже меня выписали, я уже на выписке с вещами, врач его идёт и говорит, «Татьяна Николаевна, у Саши тоже отрицательный, но почему-то его три недели держали в ковидном отделении, прежде чем привезти в неврологию. Его перевели, и он на этой же ночью умер. Мне очень жалко. Я до сих пор его люблю». Юлия Маматова, Дмитрий Ведерников, Елена Хозяинова, Инга Галузинская, Владислав Кульчевский, телеканал Юрген. Юлия Мамитова, Инга Галузинская. Продолжение следует...